Коллеги, для меня очень большая честь представлять здесь свое сообщение на этой сессии. И я бы хотел сказать, что когда мы ее задумывали с оргкомитетом, мы задумывали ее не как битву технологий, а задумывали ее как информационную сессию, в которой мы хотели бы проинформировать, используя свой личный опыт работы с тем или иным оборудованием, как лучше всего организовать свое рабочее место, как более эффективно использовать те технологии, которые сегодня есть в наших клиниках. И, конечно, мы собрали экспертов, которые эти технологии опробировали, вводили их в практику в своих лечебных учреждениях для того, чтобы мы могли доложить вам свой опыт и поделиться теми тонкостями и нюансами, которые вы можете использовать в своей практике. Я бы рассказал о рабочем месте, которое у нас организовано достаточно давно в нашей клинике. Это рабочее место с использованием XR-3, Olympus, и о тех тонкостях, нюансах, о преимуществах использования этой техники в моем коротком выступлении. Начать мне бы хотелось с того, что новые критерии. В 2017 году выпущены новые международные критерии качества, проводимые колоноскопией. Это Performance Measures Европейского эндоскопического общества. Вы видите эти критерии все на слайде. Это адекватная подготовка кишечника. Это достижение купола слепой кишки, которое должно быть при работе подразделений более 90%. Это аденомодетекшн рейт, о котором мы очень много говорили на прекурсе 2 июля вместе с Александром Репичи. Это правильный выбор полипоктомической техники. Это уровень осложнений. Это опыт пациента и наблюдение за пациентами после колоноскопии. Вот эти все критерии сегодня определяют высокий уровень и высокое качество колоноскопии, которое должно быть в каждом эндоскопическом подразделении. И об этом говорит ESG. Каким образом современная технология и современный колоноскопический комплекс от Олимпоса может нам помочь в организации такой работы, я и хочу вам доложить. Итак, если мы говорим о подготовке, то я не могу не упомянуть о том, что мы все-таки должны использовать эффективные препараты для подготовки кишечника к колоноскопии. И если эти препараты не очищают кишечник, то никакая техника нам безусловно не поможет. В нашей практике мы пользуемся современными малообъемными препаратами, одним из которых является Пикопреп. И сегодня в детской сессии об этом очень много говорилось, но этот препарат эффективен и для взрослых. Теперь перейдем к самим эндоскопическим технологиям. Не всегда эти препараты позволяют нам идеально очистить кишку. И вот в этом случае мы можем увидеть, что вроде бы кишечник очищен, но там есть пенистый секрет, который эндоскопическая система Олимпос, включающая в себя водоструйную помпу с добавлением семитикона, может эту проблему эффективно решить. И мы можем, отмывая поверхность слизистой оболочки, добиться идеальной подготовки и не пропустить мельчайшие структурные изменения, мелкие полипы, которые могут быть скрыты за этим пенистым секретом. Итак, водоструйная помпа от Олимпос неотъемлемая часть современной эндоскопической системы. Теперь показатель интубации слепой кишки. Важнейший показатель. Если мы говорим об опыте других стран, в частности, о Соединенных Штатах Америки, то достижение купола слепой кишки является важнейшим критерием скрининговой колоноскопии. И, как сказал на одной из последних американских гастронедель Даглас Рекс, нет снимка купола слепой кишки, нет скрининговой колоноскопии. И в ряде случаев страховые компании могут просто-напросто не заплатить клиники за проведение такой колоноскопии. Как добиться того, чтобы в вашем подразделении был соблюден минимальный стандарт и более 90% колоноскопий достигали купола слепой кишки. Для этого есть современные эндоскопические технологии. Новые эндоскопы Олимпа 190 серии, которые мы используем с процессором Xero 3, обладают уникальной функцией пассив-бендинг. Что это такое? Посмотрите, пожалуйста, короткий фильм. И пассив-бендинг колоноскопы – это специальная. Очень сложные изгибы. Она позволяет добиться более высокого процента достижения купола слепой кишки. Обратите внимание на то исследование, которое было опубликовано в 2012 году. Эта технология на самом деле не является какой-то совсем новинкой. Она давным-давно работает в колоноскопах Олимпос. И в 2012 году японские коллеги публиковали интересное исследование, которое говорит о том, что эта функция работает и она улучшает процент достижения купола слепой кишки, особенно в сложных случаях. Следующая технология, которая также позволяет нам добиться более высокого процента достижения купола слепой кишки – это технология ScopeGuide. Эта технология не является какой-то новинкой, но тем не менее она является лидером сегодня в контроле над выполнением колоноскопии. И обратите внимание, как работает эта система. Исследование, опубликованное в 2015 году группой врачей из Орховского университета под руководством Марка Кристенсона Андерсона, говорит о том, что технологии, которые используются в системе ScopeGuide от Олимпоса, они действительно эффективны и позволяют сократить время до проведения колоноскопа до купола слепой кишки и помогают в сложных ситуациях врачу принять правильное решение, каким образом необходимо провести избаривание кишечника, каким образом необходимо избежать дополнительного образования петель. И на этом фильме схематично показана, как работает эта технология. Это специальный дополнительный блок. На колоноскопе расположены магнитные датчики, передающие изображение и отражающие точное местоположение колоноскопа в толстой кишке. Кроме того, у ассистента есть еще один дополнительный датчик, который позволяет в случаях петлеобразования, в случаях избыточного растяжения петель толстой кишки, вот таким образом оказывать эффективное ручное пособие. Все находится под контролем, полностью обеспечивает безопасность, снижая дискомфорт от колоноскопии у каждого пациента. Кроме того, эта функция позволяет нам очень точно позиционировать зоны кишечника, где врач выполняет биопсию. И зачастую это очень важно, потому что для хирургов определение точной зоны местоположения опухоли является таким важным результатом проведения колоноскопии. И если врач к своему заключению протоколе прикрепит картинку, где он выполнил биопсию из опухоли, ее точное местоположение, 100% мы наберем очков у наших хирургов, очков в их глазах, для того, чтобы они не ошиблись во время операции в позиционировании зоны опухоли. Следующий важный показатель качественной колоноскопии – это аденомодетекшн рейд. Мы тоже много об этом постоянно говорим. Как можно улучшить качество колоноскопии путем повышения своего аденомодетекшн рейд? И здесь нам на помощь приходят технологии оптического контрастирования изображения, такие как узкоспектральная эндоскопия. Ольга Александровна только что рассказывала о таких технологиях, которые мы видим сегодня в новых приборах компании Fujifilm. Пионером в изобретении технологии оптического контрастирования является компания Olympus, которая запатентовала первую такую технологию Narrowband Imaging узкоспектральной эндоскопии. И обратите внимание, как эта технология позволяет не только повысить диагностическую ценность колоноскопии и увеличить количество выявляемых новообразований, но эта технология позволяет и проводить их четкую характеристику, приближать нас к оптической биопсии. И вы видите еще два исследования, которые Джеймса Иста и Дагласа Рекса, которые говорят о том, что узкоспектральная эндоскопия, наверное, не является пока той технологией, которая дает нам значительный прирост в аденомодетекшн рейт. Однако эта технология позволяет увеличить процент выявления плоских зубчатых образований, особенно в правых отделах толстой кишки. И вот такие сложные для диагностики плоские новообразования мы более эффективно выявляем и подвергаем резекции с помощью узкоспектральной эндоскопии. Теперь показатель осложнений. Я уже говорил о технологии пассив бендинг. Так вот я хочу сказать, что эта технология не только позволяет нам достигать купола слепой кишки, но и делает колоноскопию более безопасной, потому что она не приводит к перерастяжению изгибов толстой кишки, а позволяет очень гладко и плавно провести кончик эндоскопа по этим изгибам. Теперь показатель переносимости пациентам колоноскопии. И здесь опять нам помогает технология пассив бендинг, поскольку эта технология не ведет к перерастяжению петель толстой кишки. Кроме того, мне бы хотелось остановиться еще более подробно на переносимости пациентам колоноскопии. Здесь нам очень помогает энсуфлятор СО2. И в нашем отделении была проведена работа, которую вела наша старшая сестра Евгения Владимировна Коровина, которая получила первый приз на постерной сессии, организованной Европейской ассоциацией эндоскопических медицинских сестер несколько лет тому назад. Эта работа говорила о том, что дискомфорт пациента после использования углекислого газа при проведении колоноскопии значительно меньше, чем дискомфорт после использования воздуха, находящегося в операционной. Ну и, наконец, показатель применения соответствующей техники полипоктомии. Это очень важно. Во-первых, мы говорим здесь о скоб-гайде, во-вторых, об узкоспектральном режиме, поскольку при таких даже простых технологиях, как холодная петлевая полипоктомия, мы должны очень четко видеть края патологических образований, и узкоспектральный режим обеспечивает нам такую точность и прецизионность использования технологии резекции патологических участков. Ну и, кроме того, современные эндоскопы от Олимпа 190-й серии обладают функцией оптического стократного увеличения изображения, что приводит к... точнее, что позволяет экспертам, в том числе и экспертам мирового уровня, вот обратите внимание, это фрагмент нашего эндоскопического ярославского симпозиума, где профессор Сайта использует колоноскоп с оптическим увеличением изображения, и эффективное его использование позволяет выполнить хромоскопию, узкоспектральную эндоскопию, и принять правильное решение в отношении глубины инвазии вот этой опухоли, которую вы сейчас видите, для того, чтобы избежать выполнения неправильной... выбора неправильной тактики ведения этого пациента. И если вы помните результаты этого обследования и хромоскопии, то профессор Сайта принял решение о том, чтобы не оперировать этого больного с помощью эндоскопической технологии, а порекомендовал применение малоинвазивной лапароскопической операции, поскольку по результатам узкоспектральной эндоскопии и хромоскопии с кристальным-фиолетовым у этого пациента были выявлены признаки глубокой инвазии опухоли в подслизистый слой. Я уже заканчиваю. И в финале мне бы хотелось сказать, что мы должны думать об организации нашей колоноскопической операционной, колоноскопического зала, поскольку колоноскопия – это медицинский диагностический метод, который оказывает длительное и серьезное влияние на жизнь пациента. Поэтому к организации всего исследования надо подходить со всей серьезностью и со всей ответственностью. Поэтому продуманная колоноскопия начинается в первую очередь с ее организации. И вы видите на этом слайде все, что сегодня есть в нашей колоноскопической операционной от компании «Олимпос» соответствует тем стандартам и критериям, которые предъявляются к современной колоноскопии. И такую операционную, я думаю, что хотят иметь многие. И на вопрос, хотите ли вы такой колоноскопический зал в своей больнице, мы отвечаем. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо. 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 Спасибо.